Ну что, закончился матч, ребята вышли у нас на улицу, общаются, в принципе дружеская атмосфера, сейчас царит, Блэйд, кстати, спрашивал у нас у Зевса, почему Зевс именно так играл в том раунде, когда бомба стояла за ящиком на пленте, первый раз Даня не вышел, потому что ему дали тиммейты информацию о том, что бомба не дефутится, второй раз Зевс не вышел, потому что просто играл на фарт, ну и третий раз уже Блэйд просто не успел. Хотя Блэйду, конечно же, нужно было просто разминировать бомбу и не париться, потому что Даня довольно-таки далеко был и мог обезвредить Блэйда только на последней секунде, и то, если бы пошел сразу. Поэтому тут Блэйду тоже нужно было идти на удачу, тем более счет 16-1, почему бы и нет. Ну, в принципе, Блэйд, видите, такой игрок, который вообще в Counter-Strike довольно-таки расчетливо играет, то есть он фактор удачи как бы нивелирует, и сводит все к перестрелкам, скажем так. Но не всегда это правильно, иногда нужно просто идти по зову. Вот так вот выглядит у нас улочка, где проходит турнир. Хик курит, такой у них свой мини-кальян они здесь иногда употребляют. Ну а там, кстати, китайский район, Чайна Таун. Симпл расстроен, наверное, хотел он в финал попасть. Но, в другой раз. Времени еще много. Времени много. Украина, канадский финал, даже так, СНГ канадский, американский финал. У нас двое русских представителей, Лэймисис, два украинца, даже три украинца, потому что Сарикс тренер команды, и Словак. Ну и все, дальше задротить. Правда, сейчас еще будет автограф 60 у команды.